Всем привет! Продолжаем рассматривать картины известных художников Альбрехт Дюрер «Меланхолия». 1514 год. Гравюра на меди. Созданная Дюрером с величайшим мастерством и точностью гравюра «Меланхолия-1» является одним из самых значительных произведений Северного Возрождения. Она выполнена в Нюрнберге, период расцвета творчества автора после его второго путешествия в Италию. Существует множество интерпретаций работы. Аллегорические изображения этого темперамента встречались и раньше, но Дюрер первым дал такую сложную и запутанную трактовку. Художник изобразил сидящую крылатую женскую фигуру в венке из лютиков с цирком в руке. Она является персонификацией творческого гения. На поясе у него связка ключей у ног, спящая собака, на коленях закрытая книги. В центре на жерновесии сидит Путти и что-то воцараводит на дощечке. Все вышеперечисленное можно лицетворить печалью, раздумьями, приносимую знаниями. Но это лишь первый пласт понимания. На стене висит магический квадрат, сумма чисел которого по любой горизонтали, вертикали и диагонали равна 34-м, а также песочные часы, символ быстротечности жизни и приближающего конца. Согласно учениям алхимиков, меланхолики считались детьми Сатурна, покровительство столерам, каменотесам, землемерам. Их атрибуты видны на гравюре. Сам Дюрер полагал, что искусство – это прежде всего точное знание и владение ремеслом, умение разбираться в анатомии, пропорциях. Потому художник и причислял себя меланхоликом, и данная работа может служить своеобразным автопортретом великому мастеру. Вот такое описание я нашел в картине «Меланхолия 1» Альбрефта Дюрера, 1514 год, гравюра на меди, 24 на 18. Пока-пока, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира». Субтитры создавал DimaTorzok